В эфире программа «Дневной разворот» в студии Владимир Сметанин. Я Светлана Занько, добрый день. Добрый день. Мы продолжаем серию программ, куда приглашаем руководителей по нашему городу. Ровно неделю назад, напомним, в нашей студии был Вячеслав Николаевич Сяков, глава теруправления по Первомайскому району. И рассказывал он нам о благоустроительных работах по итогам уже летней кампании до 2017 года. Эфир этот от сегодняшнего отличался тем, что там были прямые звонки от наших слушателей. Да, потому что это был прямой эфир, собственно. Ну, а сегодня мы программу вынуждены выпускать в записи, потому что у нашего гостя не получается ровно в прямой эфир к нам прийти. Поэтому мы договорились на пару часов пораньше в нашей студии оказаться. Итак, представляем нашего гостя Сергей Торхов, начальник теруправления по Ленинскому району, заместитель главы администрации нашего города. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. Мы уже договорились с Сергеем Александровичем, что следующий эфир будет прямой, и слушатели смогут звонить, задавать свои вопросы, сообщать о каких-то там нюансах жизни в Ленинском районе. Ну, если пригласите, конечно. Конечно. Обязательно. Мы уже приглашаем вас. Сергей Александрович, давайте мы подведем, может быть, какие-то такие итоги лета, я бы сказала. Потому что это самый активный, наверное, период благоустроительных работ. И я знаю, что вы не так давно встречались с руководителями предприятий, которые расположены на территории Ленинского района, и с ними такие предварительные итоги подводили. О чем шла речь? Ну, самое главное, зачем мы предприятия приглашали, это, конечно, поблагодарить их за работу в летний период. Потому что очень много, ну, и так Ленинский район, это самый большой район в городе, и, наверное, больше всех предприятий и больше всех спонсоров, которые помогали в осуществлении каких-то планов проведения мероприятий именно в нашем районе. Поэтому мы обязательно должны были поблагодарить. Летом пора отпусков, некогда было встречаться, да и не с кем. Поэтому вот перед первым сентябрём решили собраться и поблагодарить всех. Ну, заодно и рассказать, чем же Ленинский район занимался, чем территориальное управление занималось в течение лета. А вот очень интересно, мы просто никогда не брали эту тему, но это очень важная тема. Мы все время к ней обращаемся как бы косвенно. Потому что, естественно, когда говорим о благоустроительных работах, говорим о том, что, конечно, предприятие, бизнес, который находится на территории города, как кажется гражданам проживающим, должен участвовать в благоустройстве, в развитии города. Это и происходит, слава богу, сейчас. Но вот как, в каких формах происходит, хотелось бы, чтобы вы подробнее рассказали. Может быть, примеры привели? Ну, у нас же все, каждый занимается своим делом, да? Предприятие выпускает какую-то продукцию, какие-то услуги оказывает, правда? В администрации города есть направление, например, управление благоустройством и транспортом, занимается дорогами, содержанием парков, скверов, озеленением территории, жилищно-коммунальное хозяйство, понятно, многоквартирными домами, отношениями с собственниками. А мы как раз, чем мы-то занимаемся теперь управлением? Мы как раз и осуществляем взаимодействие между вот этими различными сферами деятельности. Если управление культурой, в них введение дома культуры, они профессионалы в проведении каких-то мероприятий. А кто придет на мероприятие? Население, которое мы должны привести. Те же самые жители, работники тех самых предприятий. Вот и основная сфера деятельности территориального управления – это взаимодействие и с населением, и с предприятиями, учреждениями района. Так вот как вы взаимодействуете с предприятиями поподробнее? Расскажите на примерах, что конкретно, какие предприятия в Ленинском районе делали этим летом? Ну, это, наверное, делится на две части. Это социальная работа, организация работы с подростками, с населением где-то, что-то, проведение праздников. Например, самое последнее мероприятие – это было мы 50 детей из трудных семей, находящихся в трудном социальном положении. Мы собрали в смене, здесь у нас Владимир Анатольевич всегда помогает нам, Ивонин. Руководитель непосредственно, да. И, в принципе, с помощью различных предприятий, к которым мы обратились, мы их собрали в школу и провели праздник, посвященный 1 сентября. Здорово? Здорово. Очень хотелось бы даже вот этим детям сказать, вот, ребята, когда вы вырастите, пожалуйста, не забывайте, кто вас собрал в школу. И попытайтесь то же самое сделать, когда вы станете взрослыми. Это традиционные мероприятия. Как это происходило? То есть предприятия выделяли какие-то суммы на какую экипировку? Мы собрали их в школу, каждому подарили рюкзак. То есть каждое предприятие выделяет энную сумму в общую кассу? Нет, нет, нет. Мы пишем письмо, обращаемся к предприятию. Вот у нас будет такое мероприятие, чем сможете, помогите. Кто-то, например... А, то есть конкретной установке не дается? Нам нужно вот это. Ну, это уже не те времена, наверное. Поэтому каждый, чем сможет, поможет. Кто-то линейку, кто-то книжки принесет, кто-то денег даст. Ну, например, смена нас угостила. Там напитки, пиццы, как всегда. Со сменой-то все понятно. А все-таки что приобретали для детей? Ну, что входит в школьный набор? Школьная форма, портфель, констовары. Портфель, констовары. Обувь. Нет, на обувь у нас, на одежду денег не хватило. А именно мы их собрали в смысле в портфель. Портфель и констовары. Понятно. Ну, кстати говоря, о кинотеатре смена. Тут же недавно был его юбилей, буквально 30 августа. 60-летие. Они нам помогли, кстати, вот мы сейчас с общественным советом микрорайона Дружба восстанавливаем. Ну, пусть это будет не капитальный ремонт, да, скверов Дружбы напротив, как раз, кинотеатра Дружба. Но такой вот определенный косметический ремонт мы там сделали. Помогало порядка 10 предприятий. И в том числе и вот смена. Владимир Анатольевич нам помог, купил камеру. Там всегда... Камеру наблюдения? Камеру наблюдения. Мы ее подсоединили к общей системе. И сегодня... Извините. Ничего. Ничего, бывает у нас такое. И сегодня мы будем наблюдать за тем, что творится в этом сквере. Вы самые передовые. Помнишь, Володя? Мы неоднократно. Да. Я помню, как Светлана даже негодовала по этому поводу. Где камеры? Кто должен их ставить? В парках и скверах. Совершенно верно. Мы, кстати, не знали. Естественно, мы следили, освещали открытие сквера дружбы. И замечательно совершенно, какие активные там люди. Как это все здорово и дружно было сделано. Но вот впервые слышим, что там установлена камера. И я бы, кстати, рекомендовала всем задуматься, кто сейчас занимается скверами, а может быть и парками, над установкой камер. Потому что одна из претензий, которые предъявляют жители, когда благоустраиваются скверы, почему там не ставятся, например, лавочки или урны, потому что опасаются, что социальные какие-то элементы или вполне здоровые люди, но в этот момент социально себя ведущие, могут там вести себя неадекватно. Так вот, камеры и таблички информационные, которые там расположены, они очень серьезно воздействуют в таком случае. Я очень рада, что так у вас получилось. Это очень здорово. Ну, то же самое мы сегодня делаем в Кочеровском парке. К сожалению. Это в рамках вообще его обустройства. Мы догоняем. У нас в проекте не было в этом году наблюдения. А понимаем, что мы сегодня построим новые скамейки, новый фонтан, в конце концов. Новая площадка для развлечений и так далее содержать надо, сохранять каким-то образом. Поэтому вот в догонку сейчас выполняем работы, ну, по крайней мере, земляные работы. Протягиваем сетку под землей для того, чтобы в следующем году мы уже полноценное видеонаблюдение сделали. Это вы можете ручиться, поручиться. Может, в следующем году в Кочеровском парке будет видеонаблюдение. Предварительно мы пытаемся. Вот их 16 камер поставим в парке Кочеровска. Вот мы с тобой с Александром Зориным, ты помнишь, разговаривали на эту тему как раз, да? И с планом еще обязанности министра информационных технологий. Да, просто вот куда будет передаваться вот эта информация? Мы понимаем, как работают камеры, которые работают на улицах, да, на дорогах, когда там фиксируют правонарушение водителей, а здесь как? Ну, во-первых, камеры будут современные. Мы ни на год, ни на два, это на ближайшие там лет 10 должны они работать благополучно там. Информация должна сохраняться как минимум месяц с каждой камерой. А куда будет передаваться? Ну, было бы что передавать. Простите, мы знаем этот термин «безопасный город». Вот та самая система, да, когда полностью объединяет, которые все, собственно, площадки нашего города. Ну, это впервые звучит вот сейчас в нашем эфире о том, что будет установлена такая система видеонаблюдения. Я думаю, что, Вал, ты со мной согласишься, что, конечно, это очень важно. Безусловно, это требование времени. Да, не только потому, что нужно скамеечки сохранять и деревья, но это гарантия безопасности людей, которые там будут находиться, прогуливаться там с детьми самостоятельно. Не, ну подождите, в Кочаровском парке реализуется давняя мечта горожан. Это будет лыжная трасса освещенная. Велосипедные дорожки. Тоже мечта. Ну, лыжная освещенная трасса. Мы же сколько мечтали. Дворец пионеров. Вот там с фонариками. Просто с фонариками. А здесь уже освещенная будет. Вот, кстати говоря, извините, что мы зацепим вас сейчас. Нам паузу нужно сделать. Да, перед паузой я как раз скажу. Но мы вспомнили про дворец пионеров и про то, что там лыжная трасса – это мечта всех горожан, потому что там интересный рельеф, освещенная лыжная трасса. Есть ли какие-то у вас планы по этому поводу? Мы спросим после короткого перерыва. Продолжается программа «Дневной разворот» благоустройства Ленинского района Кирова. Итоги летней кампании 2017. Ну, и не только про это мы сейчас заговорили, а про планы тоже. И перед тем, как уйти на перерыв, мы спросили у начальника территориального управления по Ленинскому району, заместителя главы администрации Кирова Сергея Торхова, а есть ли план на освещение лыжной трассы в парке у дворца пионеров «Мемориал». Вы нас порадовали, Сергей Александрович, тем, что в Кочеровском парке будет освещение лыжной трассы. Дворец пионеров «Мемориал» – этого тоже очень ждет. Про дворец «Мемориал». Кстати говоря, после тех недавних событий, когда пытались одни построить, другие помешать строительству. Про терраспорт мы говорим? Да-да-да, там образовалась такая очень сплоченная, хорошая группа местных жителей. Инициативных граждан, как говорится. Инициативных граждан, да, как говорится. Которые сегодня принимают активное участие и проводят мероприятия. У меня там центр местной активности создан, руководитель центра активности «Трач» Мы знаем. Активнейшая женщина. И вот там такой костяк некий сформировался сегодня. Мечта каждого микрорайона, наверное, вот такой костяк иметь и проводить мероприятия. Не уходите от ответа насчет освещения лыжной трассы. Есть ли планы? Напрямую скажу, что у меня в кармане нет плана освещенной лыжной трассы. Трассы там натоптаны, годами натоптаны. Осталось только найти деньги и осветить. Я могу одно лишь сказать. Земля-то областная. Не можем мы там деньги городские тратить. Сергей Александрович, нас интересует, конечно же, мы с вами уже до эфира говорили, что сейчас большое количество различных благоустроительных программ. Нас интересует, есть ли шансы у парка, прилегающего к дворцу Пионеров Мемориал, войти в программу, большую федеральную программу по благоустройству, так, как это сделал Кочаровский парк. Ведь за счет именно этой программы сейчас возможно в Кочаровском парке и появление освещенной лыжной трассы, и велодорожек, и фонтанов в будущем, и прочее. Вот что насчет Мемориала? Готовите ли вы его на вхождение в этот проект? Есть, конечно. Почему? Потому что программа «Комфортная среда» у нас благополучно будет работать в следующем году. Информация такая есть, финансирование будет продолжено. Мы сегодня активно работаем над формированием плана ремонтов, во-первых, дворов, улиц. И самое, что немаловажно, мы хотим все же отремонтировать часть тротуаров. Вот если улицы мы ежегодно там худо-бедно латаем, у нас саховая ситуация с тротуарами, их очень хотелось бы подремонтировать. В том числе программа подразумевает некий процент на общие городские территории. Если в этом году мы приняли решение, быстренько сделали проект, сейчас мы его там корректируем, ну, это творческий такой процесс, то в следующем году мы хотим, во-первых, доделать Кочуровский парк. Если уж мы пришли на одно место, давайте его доделаем, все уже закончим. Да, мы помним, нам рассказывали, что в этом году только часть проекта будет реализована, и еще на следующий год. И это еще дополнительная финансирование? Да, это уже финансирование следующего года. Как подойти к областной земле? К областной земле, я пока вам ничего не скажу. Каким образом там... Это нужно какое-то межведомственное совещание проводить? Да, наверное. Или этим непосредственно областная власть должна заниматься? Потому что ведь деньги по комфортной городской среде выделяются на весь регион, и уже регион распределяют по муниципалитетам. Не может оставаться бесхозной такая симпатичная и важная для людей земля? Ну, я думаю, что вот как раз нужно выкинуть это все на всеобщее голосование, на создание какого-то мнения, и нам все вместе определиться, что в первую очередь делать. У меня сегодня и парк Кирова, честно говоря, в таком не самом хорошем состоянии. Ну, безусловно, хотел дальше перейти на парк Кимини Кирова, как мой любимый, не скрою, этого парка нашего города, где мы с семьей много времени проводим. Вот те же планы по видеонаблюдению, по появлению новых объектов. Там несколько камер есть. А, ну, на диараме, в частности, да, так. Да, на диараме, на цирке несколько камер. Мы паспорт безопасности создали по этому парку. Он подписан и Росгвардии, и ФСБ, и так далее. Но в части благоустройства, там еще лет шесть назад у меня была уже готова смета на берега укрепления прудов. Но, к сожалению, вот все как-то руки не доходят. Есть все время какие-то более важные проекты, о лесенке, которые там хотелось бы поментировать. Надо, надо, да. Но, понимаете, вот у нас Кочуровский парк действительно ждал своего вот какого-то времени, когда появится энна сумма денег, и одним махом можно будет его отремонтировать. Вот сегодня такой случай появился. Почему бы не сделать, и потом переходить на другие? Так, давайте все-таки отметим несколько вещей. То есть мы по мемориалу пока не знаем ситуацию. Нет. Что с ним будет? Потому что это областная земля, и правительство областное должно само принимать решение и включиться в этот процесс. Как минимум мы должны совместно это решить. Хорошо. Второе по парку имени Кирова. Вы сказали, что сделан паспорт безопасности. Мы сейчас говорим о видеонаблюдении, потому что, конечно, камера на диораме и камера на цирке, она не фиксирует всех тех уголков, которые находятся в парке. И что с ним дальше-то, с этим паспортом? Какой у нас расчет на возможное появление камер видеонаблюдения? В этом паспорте прописаны некие пункты, что нужно сделать, в том числе по системе безопасного города. Ну, камеры тоже рознь, да. В некоторые можно разглядеть лицо человека, а в некоторые... Поэтому все требует денег. Под деньги будем модернизировать эту систему. Хорошо. А камеры могут появиться под программу комфортной среды или нет? Вот эта программа подразумевает возможную установку камер или нет? Федеральная? Да. Подразумевает. Да. Вы будете пытаться... То есть в комплексе все выложено. Да, вы будете пытаться... То есть это возможно заложить на следующий год? Или следующий год не предусматривает этого? Лично я пытаться буду. Будете подавать заявку? Да. Но кроме меня есть еще три района. В каждом районе есть свой парк, своя больная точка. Нас не интересуют в данный момент другие районы. Нас интересует ваше намерение конкретно, Сергей Александрович. То есть вы будете подавать, а там уже будет рассматривать город, куда он будет выделять эти деньги. То есть мы вместе сядем, будем питься и в конце концов какое-то общее решение примем, что в первую очередь, что во вторую, что в третью. Понятно. Раз уж мы по зеленым зонам с вами прошли, то и уже упомянули благоустройство сквера «Дружба» напротив одноименного кинотеатра. Давайте отметим несколько позитивных моментов в проекте «30 скверов». Потому что вот я вчера была буквально на рабочей группе в городской администрации, где отчитывались все районы. В вашем районе самая благополучная ситуация. Самые, я бы сказала, яркие достижения. То ли людям повезло с районом, то ли району с людьми. Ну, судя по тому, что Сергей Александрович говорит, что ему повезло с людьми. Да, мы, конечно, самый яркий пример, наверное, наряду со сквером «Дружба», хотя он не входил в список из 140 территорий, которые число голосование, тем не менее. Самый яркий пример – это сквер Менделеева. Я бы хотела, чтобы вы свою оценку дали, потому что здесь как раз основная задача, напоминаю, была не просто работать с населением, а работать именно с привлечением бизнес-партнеров, благоустройством сквера и дальнейшего содержания. Ну, смотрите, это общественные инициативы. Это не как бы освоение бюджетных средств, так называемые, правда? Где проявится инициатива, на какой площадке, в каком районе, планировать – это бесполезно. И вот нам повезло в том, что нашлись хорошие люди, жители нашего города, которые подхватили именно проект по Менделееву. Светлана Керкина, ну, вы видели, с какими глазами, с каким воодушевлением она этим занималась. И занимается. И занимается, да. Там на несколько лет рассчитано, в этом году вот для затравки это сделали. Немножечко пошевелили местных жителей. Там, конечно, глухой район, тишина и покой были. Они периодически, конечно, жаловались на тот репей, который рвелся на этой территории. Но ничего не делали. Да, ничего не делали. И вот они, Светлана, как-то их немножечко так воодушевила, что ли. И они потянулись, и цветы понесли, и сами где-то участвовали в посадках. Но, конечно, основную работу сделала она со своим мужем. Я раскрою секрет. Мы об этом говорили здесь в эфире, я не знаю, знаете ли вы. Но вот через две недели, если все благополучно сложится, будет объявлен конкурс по благоустройству мусорной площадки. Там, где стоят контейнеры, контейнеры площадки. Здесь в прямом эфире уже поддержали эту идею и САХ, и управляющая компания Ленинского района. Очень хочется вот эту контейнерную площадку так оформить, чтобы она не смущала входную группу в сквер, а была такой же вот красивой, интересной. На Менделеево сквер. Прямо на Менделеево. А кто конкурс будет объявлять? Ну, это, блин, теруправление, сейчас мы говорим, да. Светлана Кейкина, управляющая компания, которая готова продержать льгами ИСАХ, готова. Я подумал, может, наша радиостанция конкурсами? Мы-то вообще зачинатели движения этого, Володя. Конечно, мы поддержим информационно. То есть, если все хорошо сложится, то будет такой прецедент, первый опыт во всем нашем городе, а может быть и регионе, по благоустройству конкретно контейнерной площадки. Это будет очень интересно. Вы слышали про это, Сергей Александрович? Нет, честно, первый раз слышу. Вот сейчас услышали, что есть такая инициатива. У меня свое видение по контейнерной площадке. Расскажите. Они должны быть закрыты. То есть, как это должно выглядеть? Идеальная площадка контейнерная – это небольшой сарайчик, закрытый со всех сторон. Хостблок-то? Да, ну пусть он будет прозрачный, там из… Поликарбоната? Поликарбоната, да. Заходишь в калиточку, там на площадке стоят контейнерные баки. Выкидываешь мусор, выходишь, приезжает машина, открывает ворота, выкатывает эти баки, закатывает пустые, закрывает, все. Ничего не разносит ветер, никуда ничего не вылетает. Не залетают вороны. Не залетают вороны и не… ну, в общем, даже запаха нет, потому что они не переполняются. Если поликарбонатная будет, то будет запах, потому что это увеличение температуры, безусловно, и там мгновенно просто будут бактерии размножаться. Поэтому какая-то другая технология, я имею в виду, в использовании материалов строительных, для строительства такого техблока должно применяться. Это пока только мечта или, может быть, эксперимент где-то будет в ближайшее время? Такие в разных городах существуют. Нет, у нас в городе. Конечно, все зависит от финансового состояния застройщика, который строит дом, соответственно, инфраструктуру рядом, но это идеальный вариант. У нас сегодня есть, в основном этим занимается Интихсервис, прекрасная, хорошая организация. Они делают, но они делают не закрытые, у них такое окошко, в которое можно закинуть это все. Из профнастила. Из профнастила. Из профнастила. Ужасно. Мое мнение, Сергей Александрович, что это ужасно. Профнастила вообще нужно убирать из города. Потому что оно открытое. Это где-то уже можно посмотреть в городе. Да, да, есть такая площадка на углу Некрасова и Октябрьского проспекта, вот большой вот этот дом такой, там есть такая площадка. По Юровской у нас вдоль улицы стоят такие. Нет, вы знаете, закрытая площадка это здорово, но профнастила-то ужасно. Ну, главное, чтобы ветер не разносил мусор. Вот не знаю, что. Плетеная. А вот, кстати говоря, вот эта история, между прочим, с благоустройством контейнера и площадки у сквера Менделеева, она соберет разные предложения, в том числе им техсервис, ваше, может быть, предложение, Сергей Александрович, предложение жителей. И вот там можно будет обсудить, а как мы, как люди видят, с одной стороны, как это должно выглядеть в смысле эстетики, а с другой стороны, специалисты могут оценить, а как это с точки зрения как раз доступа, ветра, запаха и прочего. Не присутствие людей без определенного места жительства. Да, вот это будет интересно. Нет, но там не закрываются, они все равно, пожалуйста, заходите, но вы там внутри копаетесь, по крайней мере, виду-то такого нехорошего нет. Вот в ближайшее время, может быть, даже этой осенью мы сможем посмотреть, как действительно могут быть благоустроены наши контейнерные площадки. Сейчас прервемся на две минуты, напоминаю, что это программа «Дневной разворот», и мы говорим о благоустройстве Ленинского района Кирова с главой территориального управления по Ленинскому району Сергеем Торховым. Продолжается программа «Дневной разворот». Наш гость, напомним, Сергей Торхов, начальник территориального управления по Ленинскому району, замглавы администрации Кирова. И мы переходим к еще одной большой теме, на которой уже, наверное, и будем заканчивать, потому что время у нас не так много. Итак, формирование комфортной среды. Что сейчас делается? Какие возможности есть у жителей города подать заявки уже на будущий год? Как дела сейчас обстоят? В районе в следующем году будет как минимум три проекта реализовываться. Во-первых, наш любимый традиционный грантовый конкурс, который будет в этом году 10 лет исполняться. Это городская администрация, это городской бюджет? Это субсидия. В данном случае, в этом году до 150 тысяч жителей могли получить субсидии. Вот субсидии это, то есть они получают и самостоятельно их осваивают. Не через 44-й, не... Это субсидия им. И у нас в этом году 7 проектов. Все они благополучно реализованы. В основном, это, конечно, площадки. Площадки детские? Да. Кроме этого, у нас проект поддержки местных инициатив. Он тоже активно работает в нашем районе. Ну, наверное, потому что у нас самый большой район. Поэтому у нас по этому направлению сейчас найду ППМИ 18 проектов. Из них половина уже... Завершены? Да. Из 18 и 10 уже готовы. Из них половину мы открыли. Я хочу сказать, что как реализация самого проекта, когда жители вместе с подрядчиками там что-то делают, что-то в результате получается, в результате работы они дружат, сплачиваются, готовы выполнить потом еще что-то. И второй момент таких конкурсов, это когда мы открываем их. Мы обязательно открываем их торжественно, с праздником, с музыкой, с песнями, плясками. Почему? Да чтобы другие рядом соседние дома позавидовали и как-то сподвигнуть их на подвиги. Вот для этого мы обязательно открываем торжественно. Такие проекты. Еще одно направление? И еще одно направление это федеральная программа комфортная среда. Которая впервые в этом году реализуется. Официально она называется формирование комфортной городской среды. Федеральная программа. Она реализуется как по дорогам, паркам, так и по ремонту дворовых территорий. Она делится по ремонту дворовых территорий. Там происходит в двух направлениях. Это основной подряд. Это ремонт асфальтового покрытия в существующих ранее границах. И дополнительные работы. А вот дополнительные работы это как раз по желанию жителей. И при финансовом участии. Конечно. Обязательно. Велик ли процент участвующих в дополнительных работах? Условия там небольшие. Но желающих от ремонтирующих территорий конечно много. У нас звучало уже, по-моему, Вячеслав Николаевич, не более 10% вложились рублем. И там нужно софинансирование не менее. У нас было определенного порога. Нет, мы не про порог. А что согласились поучаствовать в этом году. Вот в Первомайском районе не более 10% от всех вот этих проектов по комфортной городской среде. А у вас как? Ну, у нас очень много домов. Во все не зайдешь и каждого не спросишь. Поэтому здесь определенный заявительный порядок. Но есть, есть, есть из чего выбирать. У меня порядка сегодня 100 домов, которые мы для себя в порядке очередности уже ранжировали. Вот от самого плохого к самому хорошему. Потому что еще не у всех поликлиник отремонтированы дворы. Не все проезды через дворы к каким-то социальным объектам сделаны. Это тоже нужно делать. И о чем я начал? Дополнительные работы. То есть жители на своем общем собрании собственников должны принять решение. Делают они дополнительные работы или нет. А дополнительные работы это, во-первых, они должны свою дворовую территорию каким-то образом распланировать. Да, здесь будет автостоянка, здесь цветник, здесь детская площадка. Цветники. Обязательно цветники должны быть у подъездов. Цветники должны быть огорожены каким-то заборчиком. И все это должно освещаться светодиодным освещением. Вот если они готовы на дополнительные работы, то в первую очередь, конечно, мы будем рассматривать именно этот двор при включении на следующий год в комфортную среду. У нас вообще в городе после грантовых конкурсов все проводится на конкурсной основе, на условиях софинансирования. Почему? Потому что денег мало. Нет хорошей жизни. Потому что денег мало, желающих отремонтировать много, может быть, не желающих, а тех, где нужно что-то поделать. И, соответственно, выбираем тех, кто не просто хочет и пишет жалобы, а еще и что-то может. Мы правильно помним, что в следующем году Федерация нам готова больше выделить денег на ремонт дворов? Это формирование комфортной городской среды? Или пока рано? Больше не знаю, но по моей информации не меньше, чем в этом году. А в этом почти 300 миллионов. Насколько я понимаю, уже начался сбор заявок от жителей на участие в программе? Я, кстати, тут тоже лицо заинтересовано. Я тоже хочу. Ты тоже напишешь? Тоже хочу. В Тер-управлении нужно сейчас приходить. Ты же в Ленинском районе живешь? В Ленинском, да. В связи с переездом я хочу сейчас... Активный житель появился в вашем районе. Мы каждому жителю рады. Конечно, приходите к нам. Почему? Потому что у нас, если касаться, говорим о дворах, у нас управление жилищно-коммунального хозяйства активно занимается дворами, осматривает, осмечивает и так далее. Они создают, у них своя какая-то уже, какой-то список, да, вот этих дворов. Затем мы приносим свой в соответствии с заявками жителей. Где-то там подходит еще у нас, приходит здравоохранение свои, пишет пожелания. Нам к этой больнице надо, здесь у поликлиники плохо и так далее. И вот когда все соберут, каждый определится со своим списком, эти списки мы должны каким-то образом объединить и уже сформировать в зависимости от той суммы, которая нам будет выделена. Это тяжелый, трудный процесс. Это уже сейчас можно сказать, что не все требования будут удовлетворены, просьбы, заявки о ремонте. Да, но для жителей важно, чем они больше готовы вложиться, пусть это будет волонтерский труд, деньги, спонсоры и так далее. Чем они больше смогут сделать, больший вклад внести в своем дворе, тем у них вероятность больше попадания в такую программу. Давайте вернемся к тому, что вы говорили, это тоже связано с формированием комфортной городской среды, к тому, что вы говорили, действительно, к боли такой горожан наших, это к тротуарам. Вы сказали, что очень нужно в следующем году начать работу с тротуарами, потому что дороги делаются, парки начинают тоже более активно благоустраиваться, дворы начинают более активно благоустраиваться, тротуары в ужасном состоянии. Велика ли сеть тротуарно, можем мы сейчас назвать количество километров или квадратных метров, сколько тротуаров в Ленинском районе? Если в этом году в Ленинском районе будет отремонтировано 20 улиц, пусть где-то отрезки, это порядка 150 тысяч квадратных метров будет отремонтировано в Ленинском районе. То только мы своим отделом благоустройства подготовили список на ремонт, не улиц даже, а кусочков тротуаров, которые у нас сегодня требуют ремонта на 100 тысяч квадратных метров. И сколько средств на это требуется? Ну, считайте, квадратный метр асфальтирования тротуара это где-то тысяча, тысяча, тысяча. А ведь еще бордюрный камень, да? Нет, это все вместе, под ключ, что называется. И особенно тротуары в этом году проявились, потому что дорог отремонтировали много. И на контрасте. И ни одного тротуара не было включено. Ну, были определенные условия, по которым мы работали, только проезжую часть. Проезжую часть сделали, а рядом плохой тротуар, поэтому их нужно делать. И еще раз давайте уточним, по какой программе можно будет делать тротуары? По безопасным и качественным дорогам или по формированию комфортной городской среды? Нет, эта программа называется «Безопасные и качественные дороги» по БКД. Это хорошо. То, благодаря которой программе в этом году масштабный такой ремонт, собственно, проводится. То есть ожидается и ремонт дорог в следующем году, и тротуаров? Смотрите, мы попытаемся все же это в БКД. Но если чего-то не будет получаться, в любом случае мы тогда кусочек получается от наших скверов, парков. У нас 30% должно идти на социальную среду, вот парки, скверы. Если ничего не получится, это общественные территории. Мы к общественным тротуарам и в общественные территории будем включать. Подождите, это по бюджету городскому или по комфортной городской среде? Нет, это федеральная программа. По комфортной городской среде. То есть либо та программа, либо та программа. Да, но хотелось бы попасть, конечно, в БКД, потому что там денег больше. Там и денег больше, и вообще, как могут быть безопасные и качественные дороги, если небезопасные и некачественные тротуары. Ну да, это вот нонсенс. У нас есть еще 3 минуты до завершения программы. По-моему, у нас вообще уже ничего нет. Смотрим на... Одна минута. Одна минута. Но тогда остается только поблагодарить нашего гостя. Сергей Торхов, начальник территориального управления по Ленинскому району, заместитель главы администрации Кирова, был у нас в гостях. Сергей Александрович. Надеемся, что ближе к концу сентября вы найдете время для того, чтобы прийти к нам, поговорить с нашими слушателями. Потому что слушатели наши очень любят разговаривать напрямую с главой мантеера управления и сразу сообщать о своих чаяниях, спрашивать о планах. И поэтому приход в прямой эфир, давайте прямо сейчас договоримся, что он будет. Ну, давайте сейчас выборы проведем. А не мы проведем эти выходные, все, мы не на эти выходные договариваемся. Ну, если буду работать, конечно, будет. Если ничего не изменится, то вы к нам придете. Спасибо, Сергей Торхов. Спасибо, начальник территориального управления по Ленинскому району, замглавы администрации Кирова, на этом завершается. Дневной разворот. Дневной разворот, всего доброго. Владимир Сметанин. Светлана Зайникова. До свидания. До свидания.